Дипломы Грудинского Державного Медицинского Университета селета отримали боль за 600 молодых специалистов. Самым шпатликим стал выпуск лечебного факультета. Документы высшейшей медицинской эдукации отримали амаль три сотни врачов-интернов, каждый шост из которых завершено учение с червенным дипломом. Врачистое вручение молодым специалистам по свечению об закончении ВНВ по традиции пройшло на университетской площади. Система здравоохранения ждет этих специалистов. Несмотря на то, что по количеству врачей на 100 тысяч населения мы занимаем лидирующие позиции в мире, это принципиальная позиция нашего социально ориентированного государства, что мы должны обеспечить доступность медицинской помощи, в том числе и за счет доступности специалистов в местах проживания наших граждан. Мы должны максимально приблизить общеврачебную медицинскую помощь к людям и обеспечить высокоспециализированную медицинскую помощь в соответствии с правилами «золотого часа». Во время опроса у студентов выпускных вузов, еще в бытной смене министром здравоохранения, оценивали, что же больше всего волнует будущих молодых врачей и как они оценивают перспективы своей работы. И на первое место они поставили даже не уровень зарплаты, а возможность профессионального роста и возможность работы в современных условиях на современном оборудовании. Поэтому мы и для того, чтобы обеспечить развитие медицины, и для того, чтобы дать возможность реализовать в полной мере потенциал наших молодых специалистов, очень пристальное внимание уделяем укреплению материально-технической базы, приобретению современного медицинского оборудования. Я говорю, что за последние два года совместно с Министерством здравоохранения у нас приобретено очень много компьютерных томографов, планируется приобретение МРТ, ангиографические комплексы. Один уже монтируется, два стоят в плане закупки. И все это проводится параллельно с реконструкцией медицинских учреждений для того, чтобы улучшить условия как пребывания пациентов, так и работы персонала. Поэтому я уверен, что те диагностические лечебные возможности, с которыми столкнутся абсолютное большинство сегодняшних выпускников, их не разочарует. Выпуска с 2022 Гродинского медуниверситета Мобильная медицина. Наши выпускники распределены во все регионы нашей страны. Гродненскую, Брестскую, Минскую, Гомельскую, Могилевскую и Витебской области. И даже в республиканские научно-практические центры. Это особо одаренные наши студенты, которые будут работать в самых крупных, высоко специализированных медицинских центрах. Я заканчиваю сегодня лечебный факультет Гродненского государственного медицинского университета по специальности анестезиолог-реаниматолог. Собственно, по профилю субординатуры я отправляюсь работать в Минскую областную клиническую больницу. Буду работать по профессии. Уже на интернатуру еду туда 1 августа. Впечатления от учебы исключительно положительные. Сегодня испытываем такую легкую грусть по нашему альмаматору. Очень благодарны преподавателям за то, что встелили в нас надежду, веру и уверенность какую-то в себе на начальных этапах. Это очень важно для молодого специалиста. Верим, что все получится и будем стараться развиваться дальше. Профессию медика я выбрал где-то с 7 класса школы. Я просто уже тогда понял, что в принципе нигде себя не вижу. Мне очень нравилась биология, химия. Все последующие годы в школе я уже шел к тому, чтобы поступить в медицинский университет. Я буду врачом-интерном, анастезиологом-реаниматологом. И последующие уже годы я буду работать в качестве анастезиолога-реаниматолога в городе Бресте. Уникальность лечебного факультета Грудинской ВНУ у тым, что специфика подрыхтовки дозволяя слухачу стать специалистом любой галинной медицины и працовать по любой вузкой специальности. Выпуск лечебного факультета 2022 вельми мощный. Середний балл выпускников – 9. Сирот их хирурги, онкологи, офталмологи, кардиологи, анастезиологи и не только. Самостойные учебные деяности будут попередничать год интернатуры. Частка снова спеченных докторов протягнет займаться науковой деяностью, что мое великое значение для айчинной медицины и у целом республики.